Вожатый и профессия птица. Во Всероссийском детском центре завершил свою работу первый студенческий педагогический отряд «Орленок». Этот проект призван активизировать вожатское движение в стране. Реализовывался он по инициативе Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». 240 студентов из 16 городов страны прошли педагогическую подготовку к предстоящему лету. Подробности далее. Детский лагерь комсомольский с многочисленным, чистым душой и сердцем вожатским отрядом разник. Открытие инструктива 2016 в месте значимом для «Орленка» у камня. Именно здесь 55 лет назад начинался лагерь. Сегодня же начинается новый этап становления будущих вожатых. Поднятие государственного флага под гимн как символ духа и патриотизма ребят. Все они готовы по-настоящему окунуться в историю и жизнь, будущее и настоящее детского центра. Для чего я приехала в «Орленок»? Ну, прежде всего, за тем, чтобы попробовать себя на работе в новом месте, с новым коллективом. Я будущий педагог, и я думаю, что мне это пригодится. Это не первая моя встреча с «Орленком». Я ребенок комсомольского дважды и 6 лет назад работала в «Солнечном». Я вернулась домой. Для меня это огромная честь быть здесь. Я очень счастлива и рада, что я нахожусь тут. Чтобы открыть некоторые качества, которые во мне, возможно, скрыты, и подарить их детям. Стать настоящим воспитателем и достойно представить Республику Башкортостан на таком всероссийском уровне. «Орленок» я, честно говоря, мечтал попасть еще ребенком, но удалось попасть только вожатым. Спустя 13 лет мечта моя сбылась. И вот я хочу дать знания, дать творчество и зарядить позитивной энергией всех детей, которые будут вместе со мной. Для участия в проекте были отобраны самые лучшие и творческие представители студенчества. При формировании отряда учитывались их авторские и педагогические разработки, конкретные проекты и мероприятия, а также деятельность в общественной жизни своих регионов. С первых дней беседы, лекции, психологические тренинги, мастер-классы, а также игровые и практические практикумы по педагогической работе. И мы с вами знаем много примеров и в Древней Греции, и в Средние века, и в Новое время, когда великие педагоги, проявляя гуманизм, учили детей гуманизму, развивали, двигали их вперед. «О спорт и мир» – такой слоган – одна из составляющих работы педагогов центра. «Орленок» ведет за собой не только в мир открытий и мечты, но и в мир здорового образа жизни. Такие баталии еще и с логическим контекстом для студентов не проблема. В физкультурно-туристической игре мы команда ребята действуют сообща, помогая товарищам. Уже с 1 июня этому они будут обучать детей со всей России. «Поворачивай, да-да-да, вот так вот так ставь, 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 и пошла маленькими прямыми перебежками. Идешь, 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 стой». Диапазон профессиональных качеств ребят самый разнообразный – от учителей до журналистов, от механиков до инженеров. Дмитрий Танегин из Таврополя – будущий ветеринарный врач. Занятие с детьми непосредственно поможет ему в работе с животными, считает Дмитрий. Помимо лидерских качеств и желания попробовать себя в роли вожатого, он увлекается тактическим пейнтболом и игрой на гитаре. «Спортивная составляющая вожатому нужна для того, чтобы прививать детей к спорту, чтобы они, ну, как говорится, в здоровом теле – здоровый дух. Чтобы дети занимались спортом, как бы оздоравливались, а не где-то за углом, там, курили, пили или что-то такое, такими нехорошими вещами занимались». Это какой-то незнакомый обитаемый лес. Ребята еще ближе знакомятся с центром на финале конкурсной игровой программы «Играя вместе с нами». В четверку сильнейших попали педагогические коллективы детских лагерей «Олимпийский», «Солнечный», «Комсомольский» и «Олимпийская деревня». Выступления в этот раз посвящены году отечественного кинематографа. Оценивается познавательная и воспитательная составляющая, новизна интерактивных форм работы с детьми, композиционные решения, мастерство, артистичность и многое другое. Очень радует, что некоторые лагеря сделали отличные программы, которые будут радовать в первую очередь детей этим летом. Есть какие-то новые идеи, это очень здорово. Главное не только уметь играть, знать много игр, но и уметь придумывать самому. Форма выступления от спектаклей до отголосков КВН. Особыми овациями одарили вожатых детского лагеря «Олимпийская деревня». Здесь есть все составляющие правильного воспитания и взаимодействия с главными гостями центра – детьми. В игровой форме яркие интерактивы на знания советских фильмов, на память, логику и смекалку. Это замечательный конкурс. Главный плюс – это то, что огромные эмоции, то, что ты отдаешь, ты их получаешь. Это возможность раскрыться, это возможность проявить себя, это поделиться опытом. Это, безусловно, очень важно и интересно. Работа Всероссийского студенческого педагогического отряда «Орленок» призвана выявить активную творческую цель, устремленную молодежь, способную реализовать новые образовательные инициативы. Главная цель проекта – направление на расширение деятельности студенческих педагогических отрядов страны, а также на привлечение общественного внимания к реализации общероссийских проектов в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи в 2016 году.